Всем привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы вместе с вами будем пробовать вот такой вот бекон. Это сырокопченый бекон, венгерский, от компании Дымов. В общем-то, я очень люблю бекон, но ему крайне редко. Во-первых, это дорогое удовольствие, во-вторых, просто это тоже все время есть бекон, не очень полезный для здоровья, потому что там добавляют всякую пакость. И, в общем, этот бекон, он не исключение, конечно же, поэтому часто его есть, наверное, не рекомендуется. Если, конечно, это не бекон, который вам бабушка, значит, насолила в деревне. Тем не менее, Дымовское колбасное производство, Москва, улица Крылатская, дом 37. А, вот, Москва, улица Крылатская, дом 37. Все правильно, Москва, улица Крылатская, дом 37. Заходите в гости, передаю привет всем из Москвы, всем 12 миллионов человек. На самом деле, сильно больше, потому что много людей приезжает, уезжает и так далее, наверное, тысяч миллионов 15 уже тут. Так, нас. Получается, что тут содержится, вот в этом замечательном беконе, я ничего не приду, просто читаю вот эту вот этикетку. Если ее прочитать, то становится страшно, конечно. Ну, укусилители вкуса. Глуматат натрия, рибонуклеотит натрия. Стабилизаторы. Полифосфат натрия, дигидропирофосфат натрия. Рибонуклеотит кислорности. Карбонат натрия, но это чепуха. Антиокислители. Аскорбат и изоаскорбат натрия. Консервант нитрит калия. Фиксантрокраски нитрит натрия. Ну, как вам? Как вам? Вся таблица Менделеева уже, в общем-то, будут тут задержаться. Конечно, это не очень хорошо. Обычно, кстати, когда я попал в гекон раньше, там содержался один-единственный консервант какой-нибудь. А тут что-то они напихали, усилитель вкуса. Я не знаю, зачем в бекон пихать усилитель вкуса. Он и так вкусный, если он, конечно, вообще нормальный изначально был. То есть, вот это, то, что они сюда намешивают, это, конечно, страшно. Дымов, что ты делаешь? Ну, ладно, я думаю, от одного раза вряд ли со мной что-то случится плохое. Но еще, в целом, любой бекон, он просто сам по себе не шибко полезен. Потому что, в целом, консерванты добавляют. Неважно даже, какие. Смысл в том, что, конечно, часто такие продукты очень есть. Ну, любые подобные продукты. Ну, и это, в общем-то, тоже не дешевое удовольствие. Давайте его откроем. Что-то я не могу найти, как его открыть. Нет подобной буквы в этом слое. В общем, если вы его купите, чтобы закусить, да, какую-нибудь напиток, вы обломаетесь. Потому что вы не сможете это открыть. Я не сдаюсь, попыток не сдаю попытаться найти. Нет, не могу найти. Ничего, нету возможности эту штуку открыть. Поэтому мы вот так вот его подрезаем. Делаем обрезание пакету. Обрезали. И пахнет оттуда колбасой. Пахнет колбасой. Что уже хорошо. Что мне нравится в беконе, то что... Бекон это бекон. Из него невозможно взять и сделать. Вот там какую-нибудь колбасу там нарубили. Непонятно, что там внутри какие-нибудь опилки, да. Бекон это бекон. По крайней мере, видно, что это вот кусок мяса. Ну да, его, конечно, консервировали и все такое, но... Ммм. Вкусная собака. Действительно вкусная. Очень вкусный бекон. Потому что я понял, почему они столько всякой гадости сюда добавили. Потому что получается очень вкусно. Ну как чипс принялся. Ммм. Действительно, один из вкуснейших беконов, который я ел когда-либо в жизни. Ммм. Так что, наверное, с моей концепцией... То есть я ем бекон там раз в полгода, раз в год. По-моему, в последний раз я ел бекон... В последний раз я ел бекон... Года, наверное, два назад. Да. Или даже три. Так что, с моей концепцией, в принципе, бекон кушать... Такой. И даже если там напихали всякие усилители вкуса и так далее, это нормально. Ничего со мной не случится, потому что я это делаю крайне редко. Вот. Чего я вам желаю. Побаловать себя иногда можно. И вот этот бекон, конечно, очень насыщенный вкус. Очень он мясной. Очень он такой прям... Чувствует тут соль и мясо, и сало. Вот очень хороший, на самом деле, по вкусу. Вкусовые качества просто идеальные. Вот у бекона. Ну, содержится там много всего страшного. Смотрите, как он... Психологический фактор есть и чисто вкусовой фактор. Чисто вкусовой фактор, то что это очень вкусно. Психологический, то что там намешано всякой фигней. Ну, выбирайте вам, друзья. Ну, что ж, давайте обсуждать бекон. В комментариях в этом видео напишите, любите вы бекон или нет. Как вы его жарите или едите сырым. Давайте просто обсудим разные марки бекона. Какая ваша любимая марка? Кто-нибудь пробовал этот бекон или не пробовал? В следующем случае давайте обсуждать бекон. Жду ваших комментариев. С вами был Николай. Пока.